С вами я, Любомир Банько, тренер и коуч по переговорам и продажам, консультант по построению отделов продаж. В сегодняшний наш вебинар я сначала включил видео именно о разных схемах переговоров, о разных способах манипуляции, влияния. Этот тренинг я проделал живую в городе Львове, он на украинском языке, даже русский, я думаю, наши языки очень близкие. Поэтому, как бы, я думаю, смысл вы уловили. Так, сегодняшний наш вебинар это сессия вопрос-ответ. Вы будете задавать вопросы, я буду на них отвечать. Это уже второй такой вебинар, сессия вопрос-ответ, чтобы мы работали с вами именно под ваш запрос. Марьяна спрашивает, есть ли у меня еще книги. Книги есть в электронном виде, они бесплатно можно скачивать, без проблем. Я сейчас сброшу ссылочку еще раз. И есть бумажные книги. Сейчас цена бумажной книги стоит 50 гривен, плюс расходы на пересылку. Сейчас я вам сброшу ссылочку, где можно скачать мою книгу. А вы пока готовьте вопросы. Вот сайт мой, может кто-то не знает. Так, сейчас я наберу его. Давайте традиционно напишем, из какого вы города и ставим плюсик, если были на моих вебинарах. И если не были, ставим, что минус. Сейчас я набираю свой сайт. Тяжело говорить и набирать сразу. Это только Юлий Цезарь так мог. Так, сайт. Сейчас мы заходим. Кривой Рог, Сиркевкар, Черкассы, Харьков, Днепропетровск. Большинство людей было. Львов, Конотоп, Кировоград, Борисполь. Так, вот мой сайт. Заходите, там есть много вебинаров, много бесплатного контента. Так, сейчас что-то не могу зайти на этот сайт. Так, не только Цезарь, я тоже не могу, многих. Я тоже могу, а я не могу. Так, я если говорю, я не могу писать. Увы, это так только женщины могут. Как говорили два друга. Скажи, пожалуйста, ты коня на ску остановишь? Нет, конечно. А в горячую избу войдешь? Тоже не могу. Зато я тебя люблю, что ты настоящий мужик. Так что мы, увы, так не можем делать, мужчины. Так могут делать только женщины. Так, сейчас я вам сброшу ссылочку на свой сайт. Там очень много контента бесплатного. Именно по... Он на русском языке в основном. Он именно о продажах. О способах ведения переговоров. С чего починаты, якшотэ новачок? То есть, пишет человек. Я имею... Вы имеете в виду, Анастасия, если вы новичок в туризме. Начинать надо с того, что вам говорят ваши наставники. Это в первую очередь. Это надо снять корону и начинать с того, что вам говорят. Это очень важно. Так, и бросаем еще книжечку свою, если там очень много о продажах, о переговорах. О использовании своего собственного потенциала в полной мере. Поэтому рекомендую ее почитать. Начните с книги тогда. А с чего начинать? Пишите на русском. А я на русском не пишу всегда. Как бы на вебинаре я общаюсь на русском языке. С людьми. Поэтому, как бы, буду для всех понятен. Так, новичку с чего стоит начать? Ну, во-первых, надо... Обязательно. Пожалуйста, да. Вы да, слушатели нет. Я не понял вопрос, честно говоря. Так. Ребята, если вам не тяжело, сбросьте мою ссылочку. Потому что у меня очень долго грузится сайт. А вот, уже есть. Здесь можно скачать мою книгу. Вот она. Называется она. Три ступени к успеху и счастью. И она тоже на русском языке. Так что, никаких языковых барьеров у нас не будет с вами. Ставим плюсики, если меня слышно. Да, Анастасия. Если, возможно, пишите на русском. Это, как бы, не ко мне. Возможно... Так, сейчас, сейчас, сейчас. Я вернусь и посмотрю, что написала Анастасия. Я буду переводить. Анастасия на украинском языке сразу. Пишите на русском, чтобы я не переводил сразу. Чем можно, вы набрали престольную базу клиентов по всей краине, не только в моем своем месте. Возможно ли набрать большую базу клиентов, не только в... в своем городе, а по всей стране. Базу вы имеете ввиду имейлов, базу телефонов или что вы имеете ввиду? Можно уточняющий вопрос? Потому что от этого... Да, Марьяна спрашивает, есть ли у меня еще книги, кроме трех ступенек к успеху и счастью? Есть ли еще у меня книжка со страшной назвой ФСБ? Только не пугайтесь, это фишки и секреты бизнеса. Но большинство этой книги вошло в три ступени к успеху и счастью, поэтому, как бы, читайте эту книгу, и вам не обязательно читать ФСБ. Фишки и секреты бизнеса. Есть сейчас, готовится моя новая книга, называется «Продажи на автопилоте», но она пока не готова. Поэтому, как бы, смотрите, заходите на сайт, смотрите вебинары, там очень много именно того, что войдет потом в книгу. Я взял материал из вебинаров и все, как бы, систематизировал в книге. Еще раз вам даю свой сайт, заходите, и там очень много всякого видео, статей. В основном, там мой материал авторский. Наташа пишет, что онлайн тяжелее продавать туры, но возможно. А вопрос в чем? Давайте я пока, вот, как бы, сделаю небольшое вступление. Смотрите, сейчас довольно тяжелая ситуация в стране. И в Украине, и в России. Как бы, не будем сейчас анализировать причины, потому что начнем ругаться. Как бы, те сторонники одной силы, сторонники другой силы. Мы, как бы, здесь пришли заниматься туризмом и пришли заниматься продажами. Как в это время выстоять? Ну, во-первых, и те люди, которые слушали мое видео, очень важно выйти из конкурентного мышления. Надо выходить в мышление партнерское. Очень важно сейчас, ну, вот, смотрите, когда-то было очень просто работать. Дал рекламу и ждешь, что клиент придет. Сейчас уже такое очень плохо работает. Поэтому очень много фирм, особенно фирм-одиночек, закрываются. Что я советую всегда делать? Начинать с чего? Вот меня спрашивали сегодня, как стартануть успешно новичку. Ребята, даю вам совет, ну, может, не на миллион долларов, но так тысяч на десять долларов точно даю. Поэтому, которых вы заработаете буквально через несколько месяцев. Особенно это касается как новичков, так и руководителей фирмы. Составьте список своих знакомых. Минимум 300 человек для начала. У каждого из вас есть, в среднем это посчитано, где-то у взрослого человека есть 2000 своих знакомых. Запишите сначала 300 человек. Вы увидите, что многих людей вы просто забыли. Где, откуда взять такое огромное количество людей? Смотрите, вот по таким категориям. Люди, с которыми вы учились в школе, в институте. Люди, с которыми вы работали. Люди, с которыми вы отдыхали. Ваши соседи, соседи вашего офиса и соседи, где вы живете. Дальше. Это сотрудники ваших родителей. Дальше. Люди, с которыми вы как-то дружили, встречались там, ваши бойфренды бывшие и так дальше. Знакомые и ваших знакомых. Люди, с которыми вы где-то путешествовали вместе. Люди, с которыми вы где-то лечились. Люди, с которыми вы посещали какие-то кружки, тренинги, клубы по интересам. Всех этих людей надо записать сначала. Стипися для таких знакомых. Ого-го. Вот супер. Смотрите, вот эти люди во первую очередь станут вашими клиентами. Запишите в список вот этих людей. Так делают в сетевом маркетинге. И это прекрасно. Когда вы запишите этих людей, тогда вам надо будет этих людей, надо им будет всем перезвонить. Для этого, конечно, на фирме должна быть бесплатная связь. Потому что часто люди, которые приходят работать на фирму, у них нет лишних денег, чтобы тратить на связь. Поэтому руководители турфирмы должны обеспечить людей бесплатной мобильной связью. Вы звоните им по специальных скриптах, которые есть у нас, я давал, которые есть в центральном офисе. И просто информируете их, что вы занимаетесь туризмом. И если им будет надо, чтобы они к вам обращались. Но! Здесь есть обязательный по соцсетям я потом расскажу о нас. Есть одна фишка. Когда вы звоните, не надо начинать издалека. Типа, вы человеку не залили пять лет, ни с того ни с сего вы позвонили и начинаете как у тебя жизнь, как у тебя то, как у тебя сё. А потом ни с того ни с сего вы начинаете переходить плавно к продаже. Не надо такого делать, потому что люди чувствуют фальшь. Вы звоните и говорите привет, помнишь, это я, Любомир, мы с тобой вместе учились в институте. Правильно, а Любомир, ну как дела. И вы сразу говорите, я вообще-то по делу. Я сейчас работаю в туркомпании, у которой больше 90 офисов по всей Украине и уже за рубежом в России и в других странах. Если ты планируешь какой-то отдых свой, если твои друзья, обращайся ко мне, у нас большая сеть, у нас хорошие цены, оптовые, потому что мы сеть и нам операторы дают большие скидки. И здесь одна большая такая очень важный нюанс фишка. Попросите человека, пускай он сбросит вам смс-ка и свой имейл. Это очень сильный тест. Если человек вам сбрасывает смс-ка и свой имейл, тем самым он потратил на вас несколько копеечек. Он поделил, как бы, он сделал усилие. Во-первых, у вас получается уже база имейлов. Во-вторых, вы действуете по разным каналам. Мы с человеком поговорили, потом вы шлете смс-рассылку и имейл-рассылку. И не продаете сразу в лоб. А просто, если есть возможность, говорите, если человек говорит, мне не очень-то интересует, скинь, пожалуйста, свой имейл, мы будем тебя информировать по имейлу о разных горячих турах, о раннем бронировании, о разных интересных возможностях. Или же мы, если человек заинтересовался, мы его приглашаем на встречу. Это очень важно. То есть, начинать надо всегда со списка своих знакомых. Это лучший прием. А есть какая-то фишка, отличающая Море Туров от поехали с нами и галопом по Европам. Кроме схемы франчайзинга. Схема франчайзинга, как бы, если поехали с нами, и если я не знаю, галопом по Европам, есть ли франчайзинг. Ну, во-первых, Море Туров самая большая группа ВКонтакте. Это очень сильный ресурс, который приятно отличает Море Туров от других. Если для франчайзи, у нас намного более простая демократичная схема входа. Допустим, от той же поехали с нами, где там было 25 тысяч гривен вход, или даже больше. В Море Туров есть очень сильная школа, которая постоянно центральный офис проводит обучение с людьми. Очень сильная школа, это вебинары, это курсы бесплатные английского языка. И, кроме того, наш офис, я специалист по построению отдела продаж, мы помогаем людям, вот постоянно я провожу вебинары бесплатные, а также есть у нас платная группа, пакет Gold, пакет Platinum, где мы помогаем устремленно, регулярно помогаем людям развивать, помогаем набирать людей, помогаем адаптировать людей, тренируем людей, помогаем даем все документы, рассказываем всякие нюансы, тонкости и фишки, создаем системы контроля, помогаем создать собственные площадки, помогаем набрать базу, помогаем сделать первые рассылки, то есть у нас очень сильная поддержка, у нас очень классная клубная программа Море Туров, бесплатный английский, вот Наталья пишет, дисковский клуб, скоро бесплатные курсы по бизнесу, то есть человек, который приходит к нам в сеть, во-первых, он может быть уверен, что мы его будем очень сильно поддерживать, как бизнесмена франчайзи, кто купил франчайзи, так и простого сотрудника, которого мы научим очень многому, это все бесплатно, для простых сотрудников. Я ответил на ваш вопрос, если нет, задавайте дальше вопросы. Когда начнутся курсы по бизнесу, это не ко мне вопрос, курсы по бизнесу я провожу, это курсы по построению отдела продаж, можно ли писать в будущем рекламные статьи, участвовать в формах с дальнейшими ссылками, можно ли писать, смотрите, скоро на центральном сайте Мори Туров будет форум, где люди будут обмениваться информацией, а сейчас как бы у нас есть закрытые группы в Скайпе и ВКонтакте, где мы между собой обмениваемся ценной информацией. Да, пишет Наталья, что у нас хорошие акционные цены, это означает, потому что мы большая сеть, соответственно, время одиночек прошло. Сейчас во Львове закрываются очень крупные и давние и старые фирмы, или они начинают сливаться, то есть как бы соединяться между собой. Помните, в 90-х годах были ларьки, а потом все это сделалось большими рынками, стихийные рынки стали торговыми центрами, то же происходит в туризме. В Штатах осталось только 5% турфирм, и только большие крупные сети. Поэтому будущее только за крупными сетями. Сейчас Моли Туров это компания, которая развивается самыми быстрыми темпами по сравнению со всеми другими. Ездят ли ваши сотрудники за границу? Конечно, ездят. У них есть несколько возможностей. Первый это рекламные туры, как любой другой турфирмы. Она пишет глобализация. Да, это глобализация. То есть все укрупняется. Маленькие умирают, большие поедают маленьких. Где-то так немножко получается. Они сходят с рынка, скажем так. Как говорится, бизнес это игра, где слабых скупают за бесценок или не уходят с рынка. Не помню, кто сказал. Сотрудники за границу в рекламные туры. Кроме того, сотрудники имеют возможность ехать от туркомпании и фактически без или с очень маленькими почти по ценам оператора. Выживает ценнейший, конечно, как в любом бизнесе. Рынок имеет несколько стадий развития. Первая стадия развития рынка это когда вообще ничего нет. Допустим, если только появились бритвы, эти самые безопасные бритвы, потом уже бритвы начинают появляться с двумя, с тремя лезвиями, потом уже мало что у вас есть безопасные бритвы. надо уже очень много разжевывать. Рынок туристический очень сильно развит, он очень сильно конкурентный, поэтому уже просто открыть турфирму и сказать вот мы продаем туры, вы ничем людей не удивите, надо давать дополнительные ценности. как стать менеджером нашей компании, надо просто устроиться на работу в любой из офисов компании Море Туров, забирайте в интернете в вашем городе Море Туров и звоните туда и устраивайтесь на работу с блогом. Если я студент, меня могут принять, если вы будете принять ценность для фирмы. Так, какие еще вопросы пишите? Любые вопросы не стесняйтесь как бы самые ценные вопросы это те, которые вы стесняетесь. Поэтому как бы я специально сегодня провожу такую сессию, чтобы именно поработать под ваши запросы, а не то, что я хотел бы рассказать. Потому может вас что-то другое интересует, может какие-то волнения у вас есть, что допустим сейчас многие говорят, что туризм уже перестает существовать, что да, перестает существовать на маленьких фирм. Для сетей люди всегда будут ездить. Чем фрилансер отличается от менеджера? Ну, во-первых, менеджер это человек, который работает полный рабочий день и сидит в офисе. Фрилансер это человек, скорее всего, как информатор. Он или просто информирует о своих знакомых за это получает какие-то проценты. Менеджер принимает по трудовой книги. Фрилансером заключают договор о сотрудничестве. Фрилансер может работать что-то в интернете делать, ему за это платят, или же он просто подгоняет клиентов. Как бы степенью вовлечения. Можно начать с фрилансерства, а потом стать менеджером. Можно быть менеджером, а потом начать чем-то другим заниматься, но все же участвовать в нашей схеме и зарабатывать деньги тоже. Почему в городе Луцк 2 офиса это тоже не понял вопрос. В Луцке есть очень хороший офис Море Туров, там есть Татьяна, обращайтесь, она как раз работает с нами в Silver Group, очень классная команда у нее сейчас собралась, я работал с ее людьми тоже, как бы мы общались, они очень четко работают. Нужен ли бизнес план и кому? Бизнес план всегда нужен бизнесмену, конечно, ну потому что как бы чем классно быть в франчайзе, потому что уже вы работаете 5% любого, только 5% бизнеса выживает в стандартной схеме, когда вы занимаетесь франчайзингом только 30-40% фирм умирают, остальные выживают, и те, которые умирают, как правда потому что они не делают то, что говорит центральный офис, когда вы покупаете франчайзинг-пакет, за вашей спиной стоят люди, которые имеют огромный опыт в этом деле, которые материально заинтересованы в том, чтобы вы развивались, поэтому бизнес-план уже дается вам готовый фактически, конечно, что вместо вас никто работать не будет, как бы это ваш личный бизнес, но у вас есть помощники, которые вам всегда помогают, курс валют растет, операторы валятся, много людей не готовы пишут, выкладывают кучу денег, вот как так сейчас можно работать. Я согласен с вами, сейчас ситуация непростая, курс растет, операторы действительно сейчас не устраивал, что-то непонятно с ним творится, как бы он еще не завалился, но есть проблемы. Все равно, если вы посмотрите, вот просто придите когда-то в аэропорт или уточните в любой компании, которая занимается туристическим бизнесом, или посмотрите на заполненные самолетов, люди дальше отдыхают, люди дальше летают, и люди всегда будут отдыхать. И даже вот сейчас стало модно, многие люди сами через букинг, через другие системы, там свисхелли есть такая схема, и другие русские всякие схемы есть, которые люди сами бронируют. Ну, во-первых, когда вот я сам тоже много ездил без турфирмы, во-первых, не каждому это по плечу, не каждый хочет этим заморачиваться, потому что, допустим, я ездил на остров Фрит отдыхать самостоятельно, это надо было машиной ехать до Варшавы, от Маршавы машину где-то ставить, надо было заранее бронировать билеты, потом надо было бронировать отель самостоятельно, потом надо было, когда я приехал в аэропорт в Грецию, это в аэропорт Ханья в Греции, меня никто не встречал, я сам себе выбрал такси, я сам добирался к отелю, я сам потом разговаривал, надо было на английском языке говорить с греком, ну, есть куча нюансов, которых просто нет в турфирме, потом надо было самостоятельно думать о своем досуге, у меня никакая фирма там как бы поэтому всегда будут турфирмы и тем более если это детские туры, никто не отправит ребенка самостоятельно, поэтому туризм был, есть и всегда будет, он конечно будет трансформироваться, он конечно будет немножко по-другому все будет, но стойкие и большие компании останутся. если система работать по рекламе, то кризис не страшен. Ну, кризис нельзя закрывать глаза, конечно, он есть, но смотрите, вам не надо весь рынок, кризис не только касается вас, вашей туркомпании, кризис касается любой туркомпании, и в тот момент, когда другие подаются паники. Многие фирмы сейчас завоевывают рынок, а многие сходят. Чем хорошо работать в кризис? Я всегда говорю, что в кризис есть большие плюсы. Во-первых, дешевая аренда, во-вторых, дешевая реклама, в-третьих, в кризис люди остались без работы и готовы работать за меньшие деньги. Так что в кризис есть большие плюсы. Возможно на это в основном крупных городов, вот небольшие городам, где 100 тысяч долларов сегодня сумасшедшая сумма. Во-первых, вам не обязательно работать только с людьми из своих городов. Мы работаем во Львове, это большой город, почти миллионный город, но к нам многие люди заказывают туры из других городов, из области, из сел тоже, поэтому сейчас есть интернет, вы делаете рассылки, вы делаете ролики на Ютубе, вы используете соцсети, вы обзваниваете знакомых, на самом деле вам не обязательно ограничиваться только своим городом. Сейчас не просто экономический кризис, реальная военная угроза, люди боятся тратить денег на отдых. Вы знаете, Анна, некоторые боятся, а некоторые тратят очень большие деньги. Есть парадокс, что именно в такое время многие люди хотят немножко расслабиться, забыться и едут отдыхать, чтобы немножко развить себе мозги от этой ситуации, которая сейчас вокруг. Потому что когда выезжаешь за границу, нет этих новостей, нет грузящих дикторов, нет грузящих того, что творится у нас. Поэтому и вот еще. Если вы продаете премиум туры, там совершенно не снизится. Люди как ездили, так ездят. Конечно, клиентов стало меньше. Не будем реалистами, не будем закрывать глаза. Но сейчас так же как ездят, так ездят. Сейчас у вас готов меньше стало конкурентов. И еще вопросы. Очень классно применять в туризме не то, что делают все, а то, что я говорил. Обзвон своих знакомых. Имейл маркетинг, смс, имейл рассылки, работа в социальных сетях. Если ты живешь в маленьком городе, тысячу населения, возможно ли успешно работать как фрилансер? При этом есть конкуренты. Вы имеете ввиду, вы просто фрилансер, конкуренты всегда будут. фрилансер, то есть это не ваша фирма, вы работаете в этой фирме. но опять-таки работы с другими городами это классно, но зачастую мало кто, например, по турам дорогими или поездке в визовые страны как можно углубить туриста, переслать деньги на счет это когда. чтобы турист вам начал доверять и переслал вам деньги, во-первых, надо строить как бы сначала как бы и свой бренд и бренд своей фирмы. если у фирмы нет своего сайта, если у фирмы нет своих совершенно площадок, если вас никто не знает и опять же у вас есть большой плюс потому что вы часть большой структуры которая называется море туров и человек заходит на центральный сайт заходит и находит вас там он уже больше вам как бы настроен доверять чем какого-то Папе Иванову которого никто не знает сейчас мы запустили несколько офисов которые вот с нуля и причем маленьком городе вот сейчас это Юрий наверное сострия писал он живет в городе в котором 70 тысяч населения и у него регулярные продажи у него совершенно не было никакого офиса Юра дай подтверждение если ты меня слышишь который совершенно занимался другим бизнесом но тем не менее он нормально стартанул у него все работает вот юрист поставил плюсик это юрий из города стрей львовская область маленький городок у вас 27 населения пишет елена конечно вам более ну есть свои трудности юрий поделись успехами что больше всего повлияло на то что несмотря на то что сейчас не сезон война будем реалистами это никакой не о том вникая там реально война идет валюта прыгает тем не менее туры человек который не имеет опыта начал продавать потому что он может сам сейчас написать но я скажу он четко исполнял то что мы ему советовали что советовал центральный офис и что советовал что советовал я и моя команда как бы потому что мы тоже живем кризис и тем не менее мы продаем и люди ездят гуру повлиял можно как-то более подробно вот именно на чем жиждется успех новичка юрия у нас мелитополь открылся очень успешный офис продавали туры из мелитополя из других городов смотрите очень важно чтобы если человек открывает свой офис то очень вот я вас стыкаю часто вот ему говоришь вот сделай вот так вот так вот так он говорит да хорошо и не делает он стоит на правильном пути но по правильному пути мало стоят надо еще двигаться попробуйте вот себе взять за правило вот если вы что-то решили сделать для этого воплощения этой идеи 72 часа пока у вас есть энергия сразу начинайте что-то делать например одним людям надо сделать рассылку они топчутся думают как-то собираются надо сделать допустим свой сайт топчутся думают собираются надо чтобы у вас в офисе был бесплатный мобильный связь топчутся думают собираются а кто-то взял и сделал это и те кто сделали рассылки и те кто обзвонили своих знакомых именно у тех людей есть свои результаты несмотря на сложную ситуацию сложная ситуация не только в вашем бизнесе не только вашем офисе не только в туризме сейчас сложная ситуация везде тем не менее смотрите доллар растет но туры тоже подорожали сейчас что-то у нас выбросило но тем не менее мы сейчас опять зайдем так это мы выходим сейчас мы заходим позакрываем лишние укладки пробуем запуститься так сейчас какие-то идут работы на сервере немножко есть проблемы раз раз как меня слышно ребята заходите обратно я уже здесь слышно меня о ура 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 сейчас что-то с этим сервером происходит как бы но тем не менее я думаю это нас не остановит ребята давайте раз вы уже пришли сюда на этот вебинар мой на сессию вопрос-ответ я рекомендую использовать ее на полную катушку все люди делятся на три категории пишите вопросы кто-то думает господи хорошо что этот вебинар лишь бы меня не заметили кто-то думает вот сейчас я напишу лишь бы меня заметили здесь бы на мой вопрос ответили а другие смотрят такие наблюдатели и типа ну-ну посмотрим что он там будет вещать что-то другие напишут вот именно те кто хочет чтобы ему ответили наставник достается тому кто его достает доставайте не будьте наблюдателем будьте наблюдаемым именно у наблюдаемых больше всего денег всегда как бы сейчас время даже не информации сейчас время от дефицита внимания умейте привлечь к себе внимания и у вас будет всегда деньги в любое время так что привлекайте к себе внимания не стесняйтесь пока другие отсиживаются и наблюдают даже если вам покажется или у вас будут критики что это как-то не так вот так что вы сказали дай бог с ним только доллар всем нравится старайтесь понравиться первой часами себе а потом и люди к вам подняться как определить робость неловкость при посещении фирм рекламные походы а супер вопрос спасибо за вопрос Олеся смотрите ну всегда вот я вам скажу две две таких фишки первое всегда представляете себе идеальный конечный результат представьте себе что вы уже сделали этот обход обошли фирмы своих соседей и вы приходите думаете боже вот какой я молодец вот как я хорошо как бы общалась ну я себе дала столько заявок получилось столько людьми интересно и познакомилась как бы уже предвосхищайте события как будто все уже произошло второе волнение которое будет у вас возникать попробуйте не подавлять его а перевести его в энтузиазм то есть не надо быть таким чурбаном не бездушным типом все мы волнуем все мы живые люди у всех нас есть эмоции попробуйте эти эмоции трансформировать в энтузиазм если вы волнуетесь переведите что вы так отдаетесь работе вы волнуетесь этой работой у вас люди будут больше слушать ну и третий то есть первое предвосхищайте представляете конечный позитивный результат эмоционально второе переведите свое волнение в энтузиазм а не подавляйте и третье что бы вы ни делали тренировка тренировка и еще раз тренировка невозможно ездить на машине не ездить на машине невозможно уметь проводить вебинары не проводя вебинары невозможно хорошо общаться с людьми не общаясь невозможно танцевать не танцуя невозможно стать боксером не боксируя то есть ходите и просвещайтесь и работайте какой программой пользуются для рассылки смс и имейл спасибо хороший вопрос рекомендую вам хорошую программу вот сейчас я забыл как называется наша рассылка который потому что сейчас человек этим занимается первое есть очень простая программка фиджи сейчас я вам напишу в чате как она звучит там и имейл рассылки есть но имейл рассылки там не очень а вот смс рассылки хорошие фиджи Юра напиши пожалуйста ту программу смс рассылки которой мы пользуемся то что вот Таня нарыла где-то и написала Христина мейлер лайт да BS групп очень классная рассылка она у нее фишка по смс рассылка она очень классная потому что она дешевле чем фиджи и если смс вовремя не пришла или ее не открыли за это деньги не снимаются она очень классная мейлер лайт пишется напиши Юра пожалуйста или там кто-то чтобы напиши Юра мейлер лайт как правильно оно пишется потому что сейчас люди будут набирать по-русски и не найдут я еще пользуюсь turbo смс есть и такое например мейлер лайт да ком точка юай есть конечно еще круче сервис самый крутой это getresponse дорогой раз наверное 5-7 раз дороже чем мейлер лайт поэтому рекомендую мейлер мейлайт или фиджи на худой конец фиджи есть фишка в отличие от мейлер лайта мейлер лайт 1000 имейлов вы можете загрузить и месяц бесплатно пользоваться фиджи 3000 мейлов Юрий это уже наш гуру потому что вот как бы мы его мы ему это показали он этим сейчас пользуется и правильно делает но я говорю смотрите вот ребята что вы поняли 10 000 мейлов это приблизительно то же самое что ваших 200 звонков а ваших 200 звонков это то же самое что ваших 20 встреч поэтому намного ценнее чем всякие переписки вести это говорить по телефону а еще ценнее встречаться поэтому если есть возможность встречаться встречайтесь если возможность говорить по телефону говорите самое глупое что можно сделать это тупо переписываться через соцсети вам задают вопрос вы отписываете вам задают вопрос вы попробуйте человека попросить давайте поговорим голосом по skype по вайберу или по телефону или на не вижу не слышу перезагрузка не помогает это у вас или с интернетом проблема или с компьютером извините это не наша вина как стажером определить страх телефонного звонка ну во первых надо отбирать тех людей которые изначально немножко вот такие авантюристы то есть они не нет нет не бояться и пускай звонят то есть только покажите вы смотрите очень важно выберете сами звоните по скрипту не нарушая скрип потом садитесь возле стажера и он звонит а вы смотрите не так вот болезнь могли звони потому что он не будет по скрипту говорил будет от себя тяну гнать садитесь и наблюдаете хотя бы 10 звонков так как пригласить чем на заманить клиента в офис смотрите ну во первых есть специальные скрипты для разговора во вторых вы говорите вы говорите слушайте кстати на моем сайте есть вебинар кто называть секреты переговоров и продаж там очень подробно вот если речевые модули что надо говорить клиенту называется секреты переговора и продаж или другой мой вебинар называется как стать экспертом писать быть продавцом чтобы клиенты не посылали а вкратце я вам скажу надо использовать вот эту методику семишаговую то есть сначала разведка потом мостик наведения контакта потом опрос правильная презентация название то есть мы с вами чтобы мы не тратили самое время давайте мы как-то с вами встретимся и разом вместе подберем без группы единый сниженный тариф для сети море туров да мы добились того что без группы сделать сниженный тариф для сети море туров сначала для нашего офиса потом мы сказали мы вам привели жирного огромного клиента так что ребята извините подвиньте сделайте нормальный тариф я не сделали никогда не работала тур бизнес я хочу стать вашим сотрудником я правильно понял а стоит начать с ваших книг вникнуть во все тонкости нет книга по ходу а чтобы начать надо начать то есть начать начать работать поэтому допустим если я хочу открыть ресторан я иду работать официантом допустим если хочу открыть автосервис я иду работать на автосервис если я хочу иметь свой бизнес туризме я иду работать туризм невозможно читать книги невозможно смотреть вебинары не работая у вас не получится результат это то же самое что игра на гитаре по книгам или по фильмам берите играть и на гитаре и у вас должен быть наставник который вас будет тянуть и потому что даже если вам дать самоучитель игры на гитаре вы все будете делать ту массу ошибок которая не даст возможность вам нормально научиться играть хочу все-таки спросить насчет звонков знакомым которые давно не видела может стоит сначала спросить как дела потому что можно позвонить тему тему у кого мужья или братья на войне или убиты вы понимаете смотрите да можно может быть и такое вы можете попасть на людей ну как бы это не вы убили этих людей ну ситуация такая почему же так вот бог допустил что такая ситуация творится давайте сейчас разводим немножко обстановочку я вам расскажу не анекдот я его люблю очень то слышал еще раз послушайте позвонила мне то есть не мне а звонит один еврей другому еврею когда привет маша я как дела как дети да нормально учиться я слышал ты бизнес новый открыл как как бизнес да ничего ничего продаем как же надо ничего работает а как ты как твоя машинка новая если ты купил да ничего фуречит машинка а как вот у тебя вообще жизни как вот люди не пять лет не виделись а ты вообще-то почему мне звонишь а я хочу тебя денег одолжить а ты можешь мне в шею поцеловать а почему в шею но ты тот же начал издалека не надо этих издалека сына там сильно надо лучше вот сразу прийти к делу позвонили я к тебе по делу даже допустим если человека какая-то ситуация ну вот он скажет у меня такая такая ну скажет извини то посочувствуйте там да и приблизительно вот где-то так а вот если вы допустим если у человека действительно какая-то беда случилась а вы начинаете издалека это и все как бы нащупывать ни с того ни с сего это фальш лучше прямо по делу да чтобы определить страх телефон звонков звоните в начале по подругам тренируйтесь конечно звоните своим знакомым только чем есть теплый рынок есть горячий рынок это люди которые вы хорошо знаете есть теплый рынок и есть рынок холодный и люди которые вас не знают вы знаете очень часто бывает так мы даже делали какой-то эксперимент правда другом бизнесе не стройте никогда я себя роль господа бога то есть вот вы знаете точно что человек у вас ничего не купит или это человек то что никогда не поедет и очень часто бывает что те люди когда которых вы надеетесь они ничего вас не купят а те люди на которых вы думали что никогда они покупают поэтому просто звоните всем подряд информируйте их как новичку в туризму уйти от внутренних личных комплексов при личном общении с клиентами чтобы не испортить себе старт и не отказаться любимого дела до константин я даже знаю вас контакт не переписывались бизнес первую очередь это даже не зарабатывание денег это супер суперские лучше всего тренинг поэтому как говорится в одессе а у меня именно корни из одессы моя бабка жила в одессе а в одессе город так бьют не повыл диплома по морде к чему это я а к тому что лучший тренинг это когда ты занимаешься делом если ты думаешь слишком много своих комплексах подумай лучше не о комплексе своих а подумай лучше как мы людям помочь то есть поехать отдохнуть то есть свое внимание перемести мы нам очень часто окажется столью а что люди подумают а вот как я смотрюсь а правильно явля выгляжу ребята каждый человек я думаю это знаете думает о себе и каждый человек думает постоянно о своих интересах и о себе поэтому как бы не заморачивайтесь сильно как вы выглядите что вы говорите там и так дальше просто переместите свое внимание из себя на другого это будет лучший как бы способ определить свои комплексы просто работайте если работать только фрилансером связи с учебой можно добиться результата понимаете как говорит остап бендер время которое мы имеем это деньги которых мы не имеем и наоборот время которого мы не имеем это деньги которые мы имеем как правило все успешные успешные люди очень заняты именно своим делом поэтому чем меньше времени определяет тем меньше вас будет результатов но как бы с чего-то надо начинать конечно и еще одно вот константин даю совет константин попробуйте почитать книжку ильфа и петрова 12 стульев и золотой теленок только не фильм а именно книгу и очень классные там есть слова оставала ибрагимовича когда он продавал и билеты на сеанс одновременной игре в гостюках он говорит что это будет великие восемь и новый город гроссмейстер это было 100 бендер которые вообще вообще не умел играть шахматы и киса говорит боже оставь ибрагимович они же нас побьют киса будут бить будете плакать а пока продавайте билеты так что продавайте билеты а потом по ходу у меня был звонок по скрипту девушка нервно спросила откуда у меня ее номер я сказала что она регистрировалась на сайте спрашиваю город зона о том просто спросила у нее актуальной информации ищите ну смотрите конечно зона а то может быть или допустим просто человека нет настроение или просто человек не хочет чтобы ему по-любому любой продажник в любом бизнесе туризм это как бы меньше воспринимается я работал рекламном бизнесе где люди вот там очень много отказов конечно будут люди которые будут даже материть вас потому что и позвонили им так дальше 90 процента это будет отказом будьте готовы к отказам если вы хотите у меня есть очень классный ролик на эту тему люди которые хотят что-то продать кому-то или добиться кого-то успеха не хотят уйти от неудачи прийти к успеху и то есть они стараются избегать неудач а я говорю по-другому немножко неудача это единственный путь прийти к успехам любой баскетболист мазал любой боксер получал поморье извините за выражение любой циркач который мы увидим там летает под куполом цирка он падал продажах вы должны придать преодолеть препятствия и преодолевая препятствия вы делаете сильнее по-любому вы будете получать отказы есть хорошая фишка сделать себе табличку из тысячи отказов и заполняйте ее то есть радуйтесь отказом и ставьте нет цели что такое нет цели вот подумайте сколько надо пора сделать звонков до звона мне звонкова до звона чтобы человек заинтересовался я вам скажу сколько в туризме приблизительно если вы новичок вы слабенько говорите где-то из 100 звонков только человек 10 заинтересуется поэтому планируйте себе минимум 100 звонков и допустим из этих десяти только двое купят что-то со временем поэтому это нормально изначально ставьте себе не плюс цели они в цели то есть получите 100 отказов я вам скажу даже что вы на каждом отказе зарабатываете хотите объясню смотрите допустим средний чек это полтора тысячи гривен допустим если вы со 100 звонков сделать или продажи это 3000 гривен 3000 гривен поделите на на стол это сколько будет это будет 3 гривны каждый каждый ответ нет вам вам дает 3 гривны так себе можете настроить и побыстрее заполните табличку из 1000 отказов если вы сделаете тысячу звонков своим знакомым мало знакомым или незнакомым людям постоянно расширяя контакты вы увидите что спадут продажи если вы не любите звонить вы извините ребята как бы придется в любом бизнесе надо звонить работать контактировать с людьми налаживать контакты особенно в бизнесе продаж до никогда не принимать решение за клиента у меня был звонок по скрипку и конкретные подходы недавно я общалась со знакомым сказал мне в скором времени предстоит другой тур в дому а то по повестке ну и что как бы сейчас многие люди пойдут по повестке так вот можно даже сказать можно так обыграть вот супер перед этим можно еще поехать отдохнуть кто его знает когда придет и еще отдыхать можно так как добирать это вот классно и рассказал когда звонили как вы это звоните тут война в стране он говорит но мы же хоть и хотим жить в европе так вот давайте поедем посмотрим как это европа живет разные есть возможности как бы обходить вот острую тему мы продаем не туры продаем радость и отдых подавайте радость и отдых константин думаю пишет юрий думаю никак либо определить свои комплексы либо иметь команде человек который в данном случае лучше вас у каждого вид свои комплексы идеальных не до всеми с комплексом так 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 спасибо вы всегда такой позитивный ну как бы это так видит да это кажется как бы вы понимаете я просто профессионал а профессионал а он отличается от дилетанта тем что он делать не то что хочется а то что нужно в данный момент если я артист театра у меня плохое настроение а меня комедийная роль я выхожу и начинаю всех смешить и сам смеяться если у меня отличное настроение а я артист театра тоже а у меня трагическая роль я буду плакать поэтому как бы я сейчас провожу вебинар я делаю то что необходимо а не то что мне хочется так варианты 10 из 10 то есть в 10 звонков сделали и 10 ну понимаете такого не будет никогда если даже такое будет не знаю пойдите в церковь поставьте свечку это какой-то вот чудо произошло это то же самое что вы босиком по воде прошлись поэтому продажах всегда 9 к одному или даже больше если человек сразу и кричит сказал нет ему же нет смысла звонить еще почему нет вы что а на сколько вам лет вот вы много раз говорили мужчинам нет и что после этого ничего не случалось так дети бы не рождались если такое было клиент это как вот девушка его надо обхаживать сегодня сказала нет это значит может быть зато сказала может быть это значит да а кто говорит да ну что то за девушка без такая шутка он сказал нет это не означает что категорически нет это означает что у него сейчас нет времени у него плохое самочувствие я вас не знаю я вам не верю дайте больше информации позвоните позже это может быть все что угодно не обязательно нет то есть вы хотите сразу с первого раза это то же самое что мужчина подходит на улице девушкам или в баре и сразу говорить прямо что он хочет не надо сначала познакомиться наладить отношения чтобы человек знал узнавал чтобы стали ему как бы вот чтобы у вас были отношения вот это важно а потом уже как бы будет продажи не надо сразу пробовать слушатели пишите пожалуйста русском ну да ребята здесь действительно давайте сейчас бросим вот эти все русские не могут так вот хорошо ориентироваться в украинском языке как украинцы поэтому пишите на русском как бы мы все понимаем русские всеми и писать на русском сейчас как бы здесь разводить какие-то национальные темы я я бы вот не стал поэтому если и умеете писать на русском пишите на русском а я думаю все умеется на русском потому что в школе в школе изучали я хочу сказать что любую ситуацию можно заканчивать спокойно и корректно мы это море туров закончим на плохой ноте а фильме будет такое мнение отказ это тоже опыт отказ это отличнейший опыт поэтому вы понимаете когда я работал в рекламе у меня были были клиенты которые 6 лет не давали рекламу ну я им периодически звонил и потом они давали были очень хорошо классным рекламодателями и бульболе наоборот которые сразу выстрели потом умерли смотрите есть 4 категории клиентов это клиенты активные те которые вам заплатили и поехали есть клиенты активно пассивные это которые поехали потом почему-то не едут или ездить через другие есть клиенты перспективные и Есть клиенты пассивные, которые говорят, долбите, долбите, они не хотят. Вы понимаете, вот есть такая очень интересная шкала, автор ее Рон Хаббард. Интерес клиента обратно пропорционален вашему интересу. Вы звоните новому клиенту, перспективному, и думаете, вот он, вот этот мой знакомый точно через меня поедет. А он вам не верит, он вас, а вы еще давите, а он еще вас отталкивает. Он вообще вас отталкивает, а вы еще больше давите, потом вы теряете к нему интерес. А он только тогда начинает, извините за выражение, раздупляться. И думаю, а может действительно у него купить? А вы уже о нем забыли. Поэтому не теряйте интерес к тем, кто сказал нет. Те, кто сказали нет, это сказали может быть. Только может поработать еще со мной. Я хочу сказать, что для Лидии это отказ, это тоже опыт. Людмир Бываньков, профессионалов, спасибо, мне очень приятно. Это тоже актерское мастерство. Да, в какой-то мере и мастерство, ну просто я люблю общаться с людьми и делиться своим опытом, если он принес в пользу. Марианна пишет, не надо плакать. Да, плакать не надо, иногда надо, но как бы в продажах не надо. Когда я звоню клиентам, некоторые мне отвечают, а билеты в зону АТО у вас есть, я говорю, конечно, со скидкой. Ну, правильно говорите. Виктор Гюго сказал, мы смеемся, чтобы не сойти с ума. Поэтому, как бы, если вы переводите в шутку, это очень классно. Действительно, должно быть в продажах. На тренингах так учат, и на практике такое бывает. Марианна, я готов купить у вас все билеты на ваши тренинги, если вы меня научите такому. Людмир, как вы думаете, стоит ли стажерам проходить практику в офисах? Конечно, стоит. А как же? А где же ее проходить, если не в офисах? Можно, ну, а где ее проходить? В медитации? В офисах, конечно. Чем больше вы пребываете, смотрите, лучший тренинг, это когда ты пребываешь в обществе человека, который уже там, где ты только хочешь быть. Допустим, в дзен-буддизме есть очень классный такой метод, когда приходит ученик мастеру и просто возле него живет. И вы знаете, есть такая вот классическая пример, как один журналист поселился возле Дональда Трампа, это американский миллиардер, он занимается недвижимостью. Он просто неделю с ним жил, ну, как бы не вместе с ним жил, как бы, поймите правильно, как бы. Там вот возле него находился, обнажился в соседней комнате, кушал с ним, ходил. У него через неделю было нервное истощение. Хотя он был мужик до 30 лет, а Доллар Трамп, мужик, почти 60 лет. Но через год этот человек стал миллионером, потому что мышление этого человека... Ага, кстати, у этого журналиста нервный сыр случился потом. Потому что на таких высоких оборотах этот человек живет, Дональд Трамп. Но потом он стал миллионером, потому что находясь в обществе таких людей, тебе тяжело, тебя ломает, но ты меняешься. Поэтому у вас должны быть люди, которые сильнее вас, за которыми тянетесь. Люди, равнявая, с которыми вы по-доброму соревнуетесь и советуетесь. И у вас должны быть люди, которые слабее вас, которые вы обучаете. Обучают других, то я еще больше сам продвигаюсь отверг. То есть обучая сейчас людей, которые меня слушают, я сам обучаюсь, конечно. Так, мы в основном учимся онлайн, а если не берут в офис? Не берут в офис, идите туда, куда берут. Лучше всего. Да, Алексей, стажерный может быть профессионал, как быть, чтобы взяли? Ну, чтобы взяли, надо уметь, во-первых, продавать, ну, как бы, вот, поймите правильно, это может выгрузить грубо, надо уметь себя продать. А работодателям надо уметь продать свою работу. Надо вот делать такое предложение, как говорил Аль Капоне, от которого невозможно отказаться. Если я вижу человека с горящими глазами, который говорит, я вот постараюсь, я буду делать, что надо. Я могу работать не за те деньги, которые мне будут платить, а значит значительно больше. Я готов после работы оставаться. Вот если мне написали кто-то в резюме или сказал бы человек, я готов оставаться после работы, я готов работать дополнительно, я готов работать больше, чем мне платят. Я готов работать на перспективу. Но я не знаю, надо быть очень глупым человеком, чтобы такого работы на работу нельзя человека. Сделайте много работы по рекламе и возьмут. У меня есть такие клиенты, но на снаряжении. Половина думает год. Ну, бывает такое. И еще вопросы. Давайте еще буквально 5 минут. Потому что у меня сейчас будет скайп-чат с нашими людьми, которые занимаются с нами гол. И силвер. И мы будем с ними работать индивидуально. Мы работаем индивидуально и в закрытой группе. У нас клуб закрытый. Есть закрытая тусовка, где мы делимся опытом. И такой драйвер. Можно идти пешком, а можно ехать на гоночной машине. Вот там мы двигаемся на гоночной машине с результатом своим. Там тяжело, но зато более быстро. И так, какие еще вопросы, ребятушки? Да, вот и совет сразу по ходу. По ходу совет. Не надо смотреть новости. Не надо постоянно искать лучшие новости. Это отсутствие новостей. Я работал и сейчас имею отношение к большому медиахолдингу. Есть такое красивое журналистское выражение. Может не красивое, я не знаю. Хорошие новости это не новости. И 3С. Секс, слезы, смерть и скандал. Вот на чем держатся все новости. Это все равно, что вы будете кушать помои. Не смотрите новости, они сильно грузят. Клиента очень классная Мария пишет. Спасибо, Мария. Клиента надо стимулировать, напоминать о себе о турах, чтобы год не думали. Надо влиять на человека в несколько касаний. Не с первого раза сразу. Я говорил на улице. Сначала подошел мужик и женщина прямо в лоб говорит. Не надо так делать. Познакомился. Угостил чем-то. Опять позвонил. Надо искать информационный повод и действовать по разным каналам. Звонок. Встреча. Это лучше всего, конечно. E-mail рассылка. SMS рассылка. Социальные сети. Реклама через, допустим, газеты. То есть, человек должен, куда он не полезет, а везде вы. Везде ваша фирма и ваши предложения. И он как бы думает, даже если вы даете много рекламы, это означает, что вы живете. Что вы не закрыли, что у вас все нормально. Если отпуск раз в год. То есть многие люди, в которых отпуск не раз в год. Людей много в Украине живет. И в России еще больше. Создайте рассылку для знакомых каких-либо туров. А еще есть больничные. Да. Муж, который не ночевал дома, это тоже турист. Он где-то ночевал. Так, ребята. Ну, давайте побудем. А если войско подходит тебе и твоим родителям в город? А ты не знал, потому что не смотрел новости. Вы знаете, самые важные новости вы и так узнаете от знакомых. Они вам скажут. Поэтому, как бы, то, что вы постоянно будете сидеть и слушать новости. Они это, как бы, вы заметили, оно постоянно крутится. Но это уже перемалывается. Это все вранье сыпется на вас. С одной стороны, с другой стороны, короче. Люди на этом делают деньги. Некоторые люди. На войне. Поэтому. Такое. Лучше не смотрите это. Вы и так узнаете от знакомых. Они вам расскажут. И все уши прожжат. Или же, вот, я считаю так. Или ты от этого отходишь. Или ты, наоборот, погружаешься в это с головой. То есть, идешь и там участвуешь. Тем не менее, нужно быть осведомленным. Ну, мы и так будем осведомлены. И есть, смотрите, еще одна такая фишка, расскажу вам. Проводили ученые исследования. Те, кто сидят в кинотеатре, у них есть свет и проекция световая экран. А те, кто смотрят в телевизор, свет прямо в глаза светит из телевизора. И намного сильнее влияет телевидение, чем, допустим, кино. Поэтому, действительно, телевизор это зомбоящий, который очень сильно программирует людей. Да. Ну что, ребята. Я думаю, будем с вами подводить итоги. Сегодня мы с вами поговорили на разные темы о продажах, как стартовать. Как стартовать, вот я говорю. Самое лучшее это ваши знакомые, обзвон, встречи со знакомыми, приглашать их в офис. Но никакая реклама вместо вас не сделает ни одно дело. Реклама просто привлекает поток людей. А уже как обрабатывать людей, это вы должны уже обучаться и тренироваться. Чем большими вы людьми будете встречаться, тем больше вы станете профессионалом. Есть такое понятие исходящий поток и входящий поток. Чтобы у вас было много входящего потока, то есть люди, которые вас нуждаются, что-то от вас хотят. Надо сначала поработать над исходящим потоком. Это звонки, это встречи, это реклама. И если у вас правильный исходящий поток, по-любому у вас будет входящий поток. Вам не надо всех людей. Вам хватит этих клиентов, которые остались. И Константин задает еще вопрос. Правильно ли будет для начинающего менеджера не продать тур клиенту, который он хочет, когда ты видишь, что ему не подойдет. Он будет разворачиваться и взять паузу, убедив клиента, что лучше подождать. Вот что-то как-то так сложно формулируете. Попробуйте, Константин, даже для себя в голове. Вот смотрите. Качество нашей жизни зависит от двух факторов. От трех даже. Как мы общаемся сами с собой, с другими людьми и с Господом Богом. Попробуйте общаться с самим собой очень просто, с другими людьми очень просто, короткими предложениями. И с Господом Богом тоже очень просто общаться. Тогда люди потянутся. А если вот такие формировать предложения, как бы, я не понял его, честно говоря. Оно такое сложное, что как бы уже в конце дня тяжело разобраться. И совет начинающим менеджерам. Не будьте начинающими. Читайте себя не начинающими менеджерами. То есть вы должны быть, с одной стороны, скромными, с другой стороны, вы должны быть амбициозными. Только амбициозные люди достигают целей. Ну что, ребята, желаю вам реализовать все свои амбиции. Желаю вам больших продаж, успехов, денег, здоровья. И чтобы у вас всегда было то, что вы хотите. И что вам за это ничего не было. Да, как говорят в Одессе опять же. Будьте здоровы. До встречи на следующих наших вебинарах. С вами был я, Людмир Быванько. Тренер по созданию дела продаж. Консультант по переговорам и продажам. Будьте здоровы. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо компании Море Туров. Спасибо Наталье Беланичу, которая нас собрала здесь. До свидания. Всего хорошего. Спасибо.